Шотландские бленды И появляются там ирландские бленды В основном только И по каким-то завышенным ценам Гораздо дороже, чем были шотландские И вот я купил тоже шотландский бленд Но не покупал его раньше Почему? Потому что он стоил гораздо дороже Чем остальные бленды Итак, виски Old Crofter Deluxe 40% алкоголя, бутылка 0.7, Шотландия И вот стоит он 1299 рублей по акции Поэтому я его раньше никогда не покупал А без акции он стоит вообще 1600 рублей Виски, как я уже сказал, купажированный И вот здесь вот Crafter Deluxe Почему Deluxe? Потому что они заявляют Что у них выдержка здесь Не три года, как у таких дешевых Каких-то блендов А 6-8 лет Итак, производитель Smith & Henderson Бренд London Scottish По составу Зерновые и солодовые дистилляты Виски написано Некрашен И да, на самом деле Цвет такой светло-светло-соломенный Аромат Аромат у виски Очень-очень бедный Вот Знаете, он мне напомнил Этот виски Лохломан, по-моему, делает Грейн виски То есть Полностью зерновые Выдержанные виски И вот Без солодовых И вот здесь вот Примерно так Такой же вот аромат Словно Взяли какой-то зерновой виски И просто подольше Выдержали его в бочке Но бочки были Не первого наполнения Ну Радует меня Этот аромат тем Что он не очень Сильно сладкий Обычно в блендах Делают такие Вкус ароматику У напитка Такую очень Сильно сладкую Какую-то карамельную Ну, потому что Многим это нравится Тем, кто пьет Из топок Потому что Он помягче заходит Послаще пахнет Послаще пьется Здесь такого нет Да, есть, конечно Тоже карамель Карамель ваниль Но она так Слабенько-слабенько И больше Аромат такой Немножко В торфяную кислинку Да, есть Торфяная кислинка Но совсем Нет какого-то там Дымка По фруктовой Составляющей Вообще Не могу Ничего сказать Да Чуть Отдаленно Какой-то Лимонадный Такой тон есть А вот Прямо Чтобы выделить Фрукты Какие-то Невозможно Ну, сразу скажу Не очень сильно Спиртуозный Давайте Пробовать Достаточно Легко пьется Обжигает Но не сильно Во вкусе Есть такая Сладость Немного Американской Бочки Из-под Бурбона Но Все так Нежно Нежно То есть Вкус Такой Знаете Нейтрально Нежный В принципе Мне этот виски Вот так вот Выпить из топок Понравился бы Но В этом виске Не хватает Вкус ароматики Знаете Да Вот На послевкусии Какая-то Есть Сливочность Немножко Чуть Торфа Ну Прямо Прямо На минималках На минималках Ну Из фруктов Все таки Какое-то Желтое яблоко Все таки Бочка Американская Была Чуть Ореховости На послевкусии Ну Так вот Виски Неплохой Но Пить из Глинкерна Я его Не хочу Итак Давайте Попробуем его Из топок Но не просто Из топок А из Прямо Стакана И будем Запивать его Пивом Мне нравятся Дымные виски Поэтому Я всегда К виске Таким дешевым Блендом Покупал Пиво Геллер Раубир Да Оно Копченое Но Геллер Тоже В магазине Отдохни Полностью Пропал И теперь Они завезли Пиво Называется Вайхерер И тоже Я взял Раубир Это Как я уже сказал Копченое Пиво Стоит Оно 239 рублей Без акции По скидке 215 рублей Регион Верхняя Фракония Ячменная Непастеризованный Раубир Крепость 5,3% Алкоголя Коэффициент Горечи 31 Плотность 12,7 Бутылка 0,5 Производитель Брауэррай Кундмюллер И давайте Попробуем Как этот Виски Будет Сочетаться С пивом И Что лучше Все-таки Был Геллер Или Вот это Новое Пиво Знаете Геллер Был Гораздо Копченый Здесь Такое Копчение Нежное И Пробиваются Такие Карамельно Лимонадные Какие-то Тона Сладковатые Знаете Даже Чуть Мне почему-то Напомнило Пшеничку То есть Такая Подкопченая Пшеничка Хотя Пиво Ячменное То есть Есть Какие-то Такие Бананово Травянистые Нотки Здесь Ну Пробуем Сегодня Не пиво А пробуем Виски С пивом Итак За вас Ребята Ну Знаете Вот Когда только Выпил Виски Сразу Запил Пивом Мне Как-то Сначала Не понравилось Потому что Немного Разная Какая-то Вкус Ароматика У напитков Ну Не Немного Много Разные А потом Когда Вот эти Все Вкусы Начинают Во рту Смешиваться В принципе Хорошо То есть Вы Выпили Виски Он Такой Немного Торфяной Потом Запили Это Пивом И Придали Этому Виски Вкус Ароматику Более Мощный То есть У вас Во рту Появляется Какой-то Дымок Такая Карамельно Фруктовая Какая-то Сладость В принципе Мне Нравится Давайте Еще раз Попробуем Да Ребята Вот так Вот Взять Этот Виски На Компанию Несколько Бутылок Пива И В принципе Такой Получите Вкусные Опьянения А больше Ничего От этого Виски И Не требуется Дополню Немного Про Вкус Пива Пиво Мне В принципе Понравил Знаете Такой Немножко Лайтовый Геллер Но Пиво Приятное Во вкусе Чувствуется Сладовая Сладость В то же Время Есть Хмелевая Горчинка Пиво Плотное Не Водянистое И Чувствуется Да Дымок Небольшое Копчение Чуть Чуть На Послевкусие Чувствуйте Солоноватость От Копчености Пиво Мне Понравилось В принципе Можно Покупать Солоноватость Солоноватость